начнем пожалуй всем привет я рад приветствовать всех ответственных дегустатора у себя на канале мы как всегда говорим об алкоголе и обо всем что связано с ним и сегодня не будет исключения сегодня будем говорить о виски как обещал в телеграме у нас будет виски коньячная неделя те кто хочет участвовать разных голосовал как узнавать информацию о том что будет происходить на канале первым узнавать каких-то различных интересных акциях в общем подписывайтесь обязательно на telegram ссылка будет в описании также можете подписаться на дзен ссылка в описании обязательно подписывайтесь здесь оставляйте здесь свою обратную реакцию видео лайков дизлайков также обязательно пишите комментарии это помогает мне делать свой контент лучше и помогает этому ролику в продвижении на собственно говоря площадке youtube ну если хотите помочь каналу в описании есть способ как это можно сделать но теперь к видео поехали сегодня будем пробовать три напитка два из них мы пробовали это highland chief и glenn forest и новичок на нашем канале диски под названием эльдермен по поводу вообще этого видео почему она появилась очень много в последнее время хвалебных отзывов на виски коньяча колоненского виноконячного завода под названием маклеуд прям очень много все нахваливают говорят что классные и максимально дешево стоит и мне стало интересно попробовать продукции этого завода потому что у меня давненько стоит вот эта бутылка эльдермена она прям куплена еще до нового года и стояла ждала своего часа я честно говоря не особо как бы там питал иллюзии по поводу этого напитка но на фоне таких хвалебных отзывов мне стало интересно попробовать и в чем еще интерес этого видео потому что эльдермен и highland chief это продукция одного завода просто один разливается на мощностях этого завода в шотландии а другой развивается у нас на мощностях колоненского виноконячного завода эта продукция компания кампбелл-мэйер в общем дистиллятые одни просто разливаются смешатся с разной водой и собственно говоря разливается бутылки в разных странах в общем будет интересно сравнить конечно будет не совсем честное сравнение потому что highland chief уже давненько отстоялся он уже меня вот этого совсем чуть осталось он сильно изменил свои вкусовые качества поэтому обязательно перед началом этого видео последнее большое видео где я пробую этот highland chief когда только открывают там более так скажем адекватные где к заметке дегустационной заметки потому что сейчас они будут ну сильно скорее всего отличаться от того что было на старте вот здесь остается ссылочка можете по ней перейти посмотреть более подробно про этот напиток и еще вот здесь сейчас тоже появится ссылочка можете перейти последний сравнение вот этих напитков прям лоб в лоб и глэн фореста и highland chief то есть у нас сегодня как бы вот такой будет обзор будем пробовать и напитка сравнить между собой попробуем получилось ли у нашей компании так скажем купить качественные диссераты и качественно их смешать и выпустить хороший продукт вот в общем вот такое начало вот такое введение а теперь к видео поехали ну что же посуда у нас на столе еще раз повторюсь да конечно будет сравнение наверно не самое объективное в плане как бы еду хайлэн чифа эльдермена потому что эльдермен я только открываю холочи у меня прям очень давно стоит вот это последний вот так скажем обзор на этом канале потому что я его больше скорее все ничем с вами не буду потому что сравнивать особо нечего будет осталось прям на донышке как говорится вот сюда мы нальем среднем и нальем глэн форест по поводу этого виски так если коротко мне достаточно он показался неплохим с учетом его цены вполне вполне такой достаточно питкины блэн понятно что как бы звезд неба не хватает но при этом как бы не какие-то отвратительных прям неприятных но даже есть такой легкий намек на торт и эльдермен по поводу эльдермен давайте кстати по поводу внешнего вида и почитаем контур этикетку потому что по поводу этих напитков я уже все рассказывал мне нравится этикетка в том что она сделана достаточно неплохо очень похоже на какой-то настоящий шотландский виски потому что на лицевой части нет никакой информации на русском языке все на шотландском какой-то орел красивый нарисован бледдит скотч виски все как полагается то есть ну достаточно неплохо сделано но хотя как бы конечно практика вот это когда постарается мимикрировать по шотландский напиток мне не очень нравится то есть как бы не объем такой честно говоря даже писал бы на русском этикетке мне мне кажется надо развивать вот наши напитки нашего как придумать какие-то новые названия делать в нашей стилистике как бы это здорово когда мы как бы делаем продукт какой-то не пытаемся мимикрировать а делом свой оригинальный продукт это моё мне личное мнение как бы она может не совпадать с вашим а если совпадается ли можете написать комментариях или наоборот не совпадает можете писать комментариях будет интересно почитать и возможно поспорить так читаем контур этикетку написано сзади виски шотландский купажированный эльдермен срок выдержки виски три года виски эльдермен произведен из лучших шотландских дистиллятов выдержка которых проходит дубовый бочках из-под бурбона не менее трех лет что придает виски янтарный цвет с медным отливом не особо нам эта информация интересует потому что все равно подкрашивается чистый элегантный аромат насыщенный вкус легкой сладостью продолжительным послевкусием произведено из висковых дистиллятов изготовлены компанией кэмбелл мэра о чем я говорил это тоже самое это тоже камбелл мэр так ну и собственно говоря здесь информация о том где это находится компания давайте почитаем состав виска выдержим дистиллят вода питьевая исправленная краситель сахарный колер о чем я говорю подкрашено все равно то есть вот эти информация по поводу цвета на как бы вообще нам не дает ничего крепость 40 процентов объем 05 дата разлива если кому интересно 31 05 2023 да принципе все в общем на будет больше ничего на бутылке и не написано так давайте откроем и нальем собственно говоря в левое от меня вправо от вас ну красителя хочу сказать его капнули не сильно много это хорошо я не люблю когда там сильно закрашивают под цвет такой какой-то чайный так ну что же давайте попробуем на первый нос ну и начнем мы по классике с highland chief обязательно посмотрите большое видео как я открывал этот напиток потому что он очень сильно поменялся в последнем видео у него прям очень было много какой-то леденцовости ну то есть она прям не характерная для виски ну честно говоря вот это леденецовость осталось то есть она прям очень как будто какого-то много каких-то леденцов я не знаю возможно что-то бутылку попала или может быть смешалось чем-то я не знаю ну прям очень леденцова при этом как бы спиртозность достаточно сильно ощущается вот это леди может она приятна и то есть но я не знаю это ли характерно ли для вот этого напитка то есть поэтому обязательно посмотрите вот первыеứ видео где водка где открывает что и рассказываю я помню папа поспоzi lengе там что-то было больше солому какую-то уходила вот по воспоминаниям точно не вспомню сейчас как бы такая леденцовость спиртуозность какой-то легкий чуть-чуть ацетон и вот какая-то чуть-чуть такая легко бражная какая-то тема где-то далеке в принципе неплохо то есть ну для бленда трехлетнего там как бы огромное количество зерновых это неплохо так по поводу глэн фореста глэн форест мне понравился ребят он прям сейчас хорошо раскрылся сейчас очень много в нем появилась торфяной тематики такой дымной будет дымной темы дымная чуть-чуть какая-то бражная чуть-чуть даже хлебная какая-то такая проскакивает кто-то такой у корочки поджаренный при этом спиртуозность на на таком приемлемом уровне она есть естественно это как бы трехлетний бленд как бы особо ожидать не стоит чего-то прям много но это неплохо то есть неплохо вот с таким легким торфяным ароматом хлебно-бражное и чуть-чуть какая-то такая какая-то яблочная тема проскакивает где-то где-то на окончании какая-то такое такое свежего зеленого яблочко неплохо неплохо в принципе он по воспоминаниям даже стал более такой торфяной на старте он был с торфом легким но торфа был такой не сильно выпирающий сейчас он прям начал упирать это здорово я люблю торфяные напитки мне как бы им поделут вот такая ароматика так и собственно говоря эльдермен ну честно говоря очень много какой-то отстойнистой темы вот на старте но я вот только открыл мы сейчас конечно дадим ему еще время продышаться то что чтобы у нас было более-менее объективное сравнение да это риски он достаточно грубоват рисковат и проскакивает эта тема какая-то не на чуть-чуть такого подвала какого-то подвалы какой-то такой чуть-чуть красная такой сладкая все здесь такой с кислинкой яблоко то есть какое-то красное яблоко и чуть такая подвальная какая-то подвально отстойнистая тема вот на старте не сильно приятно скажу честно спиртоза есть она ощущается более выражена чем глон форесте ну и понятно что больше выражена чем хайла chief потому что хайла chief уже прям давненько стоит и вот не за ним прям леденцовая какая-то тема она очень сильно выпирает но они они совсем разные они совсем разные то есть я думал что это будет ну плюс-минус похожее что-то но они разные они прям совсем разные вот хайла chief он какой-то более ну что ли благородный то есть в нем как-то вот ну и понятно что сейчас конечно сравнение совсем объективное за счет того чтобы получив уже давненько стоит открытый но все равно вот здесь как будет какая-то такая вот тема не самого не знаю такого цитона ацетона какая-то вот сразу убила вновь нос потом чуть такая какая-то подвальная очень похожая по воспоминаниям на виски манкетчер вот там тоже какая такая была подвальная такая не очень приятная тема и вот яблочко но есть какой-то такая ванильная яблочная тематика но она как-то прям где-то далеко сзади так ладно давайте дадим полчасика пусть все это дело продышится хорошенько я пока поделаю свои другие дела и собственно говоря все это дело потом перепробуем ждем ну что же прошло полчаса а это значит что мы можем все это дело попробовать еще раз на нос и уже попробовать собственно говоря на вкус так ну начнем с харачив но особых изменений не произошло та же самая вот леденцовая прям очень много леденцов как будто какой-то дюшес вот как будто туда добавили дюшес это приятно как бы это приятно не сильно как бы спиртозное сейсона не сильно выпирает на фоне конкурентов так глэн форест глэн форест поярче нос поинтереснее в том плане что здесь вот я говорю еще раз повторюсь здесь есть торфяная тема и она мне нравится да здесь есть тоже как бы сейчас проскакивает какие-то вот при полоте бокала какие-то чуть-таки лаковые ноты не самые приятные но в комплексе это неплохо то есть и какой-то яблочко зеленая проскакивает это вот понятный шотландский трехлетний бэнд бленд то есть как бы ничего как бы от него там сильно не ожидал или он оказался выше моих ожиданий это здорово так ну и собственно говоря у нас шотландский купажированный эльдермен который от кампбеллмейер кстати что у нас по телу давайте посмотрим по телу не плюс-минус все на одном уровне находится жидковатенькая да блин а что можно ждать от трехлетнего купажа собственно говоря какое тело так вот кстати сейчас когда он чуть-чуть постоял он стал поинтересней в нем появилась тоже какая-то чуть такая легкий легкий то где-то 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 далеко здесь он конечно более выраженный более яркий но здесь он тоже появился то есть ушла вот это непонятно неприятная от стони стая тема которая была на старте и подвала стало гораздо меньше то есть он где-то еще далеко сейчас как бы где-то далеко остается но на первый план вышла такая торфяная и какая-то такая сладость красного яблока спелого но при этом как бы подвальная тема на где-то вот где-то то есть ощущается на глубоком вдохе очень сильно ощущается то есть чуть-чуть исправился нос но не стал прям вау то есть ну как бы стало получше стало получше чем было на старте на старте было прям совсем невкусно по носу так давайте все это дело попробуем начнем мы с highland chief ваше здоровье наливайте себе тоже что-нибудь вкусненькое кстати можно писать комментариях по поводу виски маклауд которые всем оклад маклауд который серегла который все хвалят можете за комментариях пробовали пробовали на самом деле интересно неинтересно стоит ли на такие напитки делать обзор на на этот напиток маклауд сделать обзор потому что стоит он там 5 копеек собственно говоря ну достаточно не жалко потратить на него деньги для обзора потому что если там например какой-то хороший напиток брать там 5 10 тысяч ну прям иногда жаба душит скажу откровенно то такие напитки можно спокойно брать на обзоры но если это интересно так ладно пробуем халачив но на вкус леденцов здесь поменьше на нос их много на вкус поменьше достаточно легко пьется достаточно простой очень простой бленд ощущается что очень достаточно большое количество зерновых очень такой невыраженный какая-то соломенная тема присутствует вот такого сухого сена проскакивает ванильная тематика такая легкая или такой достаточно приятный дуб и какая-то вот такая карамельная леденцово-яблочная тема но она вот гораздо менее выражена чем на нос на нос она более яркая после пусть достаточно короткая прям уходится сваливается какую-то такую ваниль бочку принципе для трех лет игру это это чисто коктейльный напиток то есть в чистом виде конечно прям особого удовольствия вы наверное его не получите так пробуем глэн форест это шотландский от итальянской компании по линии но он гораздо приятнее он более плотный по консистенции ощущается во рту более масониста в нем очень четко выражена на вкус такая торфяная тематика это не как highland mist но все равно все такое достаточно приятное при этом карамельная тематика появляется такая интересная но еще раз попробуем да при этом спиртурность конечно тоже ощущается но вкус неплохо вкус неплохо вот еще раз повторюсь торфяная тематика какой-то такое зеленое яблоко чуть кисловатая карамелька какая-то такая приятная и вот остается такое дымное послевкусие такой чуть-чуть торфа и чуть-чуть такую какую-то не пойму то ли то ли это ваниль то ли что-то вот такое сладенькое что-то да такое чудеса это потухший костер и ванилька но при этом достаточно как бы рисковато то есть но это как бы не солодовый виски понятное дело зерновых тоже достаточно много хотя по-моему и по компании обещал что там 30 процентов солода и 70 процентов процентов зерновых это достаточно много для бленда такой трехлетнего простого ну кстати это неплохо ну вот по послевкусие неплохо понятно что звезд неба не хватает но неплохо неплохо мне мне нравится мы еще будем сравнить по любому чем-нибудь не очень импонировал цвет я думал что он без красителя но он с красителем а цвет прям очень приближен вот к цвету который после трех лет в бочке приобретает напиток так ну и собственно говоря давайте эльдермен наш главный собственно говоря сегодня претендент да появилось больше какой-то торфяной тематики в носе но все равно подвальная тема вот она где-то все равно проскакивает это ну не самый приятный ну конечно может быть кому-то и нравится но мне не очень вот это подавали на тема это вот очень похоже по носу близко к манкетчеру который почему-то многие говорили что типа неплохой я попробовал не честно говоря ну не понял я пробовал три раза и три раза мне не понравился черт знает то есть скорее что не от партии зависит а скорее что напиток так себе в общем можете написать комментариях пробовали манкетчер не пробовать что по этому поводу думаете так ладно пробуем эльдермен ну по вкусу честно говоря прям очень много зерновых по ощущениям прям очень много и очень как-то прям не выражено все вот как-то вот не знаю я могу сказать здесь нет какого-то вот если здесь я чувство чуть четко чай какие-то выражены ноты здесь как-то это все прям сваливается в кучу есть какая-то такая чуть-чуть давайте сейчас попробуем чтобы я быть какая-то такая лаковая неприятная нота но при этом есть это торф то есть торфяная тоже здесь проскакивает есть чуть-чуть такое какое-то яблочко красная сладкая ну хоть какую-то бочку вот бочку такую чуть знаете вот затхлую что ли такую сырую бочку сырого дерева вот это наверное вот это не подвально вот это какого-то сурового дерева она мне то но то не очень нравится после куся достаточно короткая уходит какую-то просто такой в какую-то ваниль простую где-то где-то далеко такая торфяная остаются в рту прям очень далеко в гленфорес это гораздо более ярко да ну честно говоря я ожидал больше после как бы видосов про коломенской виноконячный завод но честно говоря все не так однозначно а почему не однозначно об этом поговорим к выводах поэтому к выводам а выводы достаточно неоднозначные почему давайте по поводу гленфореса тут тут а тут все однозначно это неплохой достаточно понятный приятный блэк с учетом его стоимости там до 1000 рублей можно смело брать если пьете с колой ну то точно можете брать вообще не раздумывая даже принципе можно попробую в чистом виде его будущее с вами с другими напитками более дорогими мне он как показался достаточно неплохим то есть это прям вот угадываем шотландский профиль что ты ждешь а шотландского недорогого бленда по поводу highland chief и эльдермен честно говоря я надеялся что они будут между собой похожи так как это продукция одного завода но они разные они разные абсолютно может быть это связано с тем что хайла чуть достаточно давно открытый он уже так скажем выдохся абсолютно и не имеет так скажем начального профиля может быть но они разные здесь вот как бы в к в эльдермене есть какая-то вот такая неприятная неприятная нота какой-то подвала сырой бочки она мне не очень импонирует да если как бы намешивать смешивать с соком коктейли там кока-кола ли чем-то еще нормально я думаю вполне неплохо можно спокойно пить потому что то виски да достаточно простой достаточно большим количеством зерновых но это виски цена сейчас актуально появится где-то вот здесь в общем с двух сторон палатиться на highland chief и на эльдермен чтобы сравнили по по стоимости сколько они стоят но я честно говоря на фоне вот всех последних хвалебных отзывов о компании колонийский виноконечный завод ожидал честно говоря большего но в принципе получил вполне простой ничем не выделяющийся такой трехлетний бленд который ну создан скорее всего для того чтобы просто мешать коктейли потому что в чистом виде навряд ли вы получите от него удовольствие но это мое личное мнение она может не совпадать с вашим потому что у нас всех разное восприятие что по этому поводу думать и как всегда пишите в комментариях пробовали не пробовали этот эльдермен пробовали маклауд мы пробовали маклауд или macluid в общем по поводу тех допитков как которых мы сегодня говорили пишите комментарии будет интересно почитать будет весна с вами по этому поводу пообщаться а на этом все всем пока до новых встреч